МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вакцинация против гриппа разрешена детям 6-месячного возраста и проводится осенью до начала повышенной заболеваемости. Наиболее надежна схема семейной вакцинации. Казалось бы, переболев гриппом, его уже можно не бояться. Но тут-то и проявляется коварство вируса. Он из года в год меняется. Вакцина против гриппа тоже ежегодно изменяет свой состав в соответствии с результатами исследований вирусологических лабораторий Всемирной организации здравоохранения. Изменчивость вируса, непродолжительный иммунитет от 6 до 12 месяцев требует ежегодного повторения прививки. Особенно подвержены тяжелому течению гриппа дети, больные бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеванием крови, почек с иммунодефицитными заболеваниями и другими. К сожалению, в силу ряда причин родители все меньше стали прививать своих детей. Отсутствие прививок у ребенка стало в некоторых семьях хорошим тоном. Но помните, что право каждого ребенка – это доступная иммунизация. Любая прививка в сотни раз безопаснее, чем то заболевание, от которого она защищает. В нашей стране вакцинация проводится с добровольного согласия родителей. Это значит, что ответственность за принятые решения, быть ребенку привитым от инфекции или нет, целиком ложится на вас. Примите правильное решение. Защитите своего ребенка. Ну, недаром все говорят о том, что здоровье – это самое главное. Болеть, ну, конечно же, не хочется никому. Так, стоит ли делать прививку от гриппа? Насколько опасен грипп и дает ли прививка стопроцентную гарантию того, что мы не заболеем? Ну, давайте начнем с того, что грипп относится к группе острых экспиратурных вирусных инфекций, которые характеризуются острым началом, лихорадкой, поражением верхних дыхательных путей и симптомами общей интоксикации. Вообще, говоря о гриппе, следует сказать вообще о респираторных вирусных инфекциях в целом. Потому что помимо гриппа еще существует шесть разновидностей вирусов, которые вызывают вот этот вид заболеваний. Грипп – это один из видов респираторной вирусной инфекции, и он характеризуется наибольшей опасностью. С чем связана эта опасность? Дело в том, что грипп наиболее тяжело, скажем так, переносится человеком. Прививку от гриппа стоит делать однозначно, обязательно. Всем ее делать рекомендую, потому что таким образом мы можем себя избавить от возникновения заболевания гриппом. Какова на данное время эпидемиологическая обстановка в городе? Сколько человек уже обратилось за помощью в медицинские центры? Да, территориальным отделом у нас еженедельно ведется учет заболеваний гриппом и ОРВИ в целом. Так, за прошедшую неделю, 40-я неделя, у нас в городе за медицинской помощью по случаю гриппа обратилось 595 человек, подавляющее большинство из них, к сожалению, дети. Их удельный вес в общей структуре обратившихся составляет 88%. Ну, как правило, зачастую, как правило, в основном болеют дети. Они наиболее подвержены, как и люди пожилого возраста. Ну, вот как раз я вас хотела спросить, вы немного опередили меня, кто в группе риска. Ну, значит, получается, что это и дети, это и люди пожилого возраста. Кому необходимо в первую очередь прививаться? Ну, я думаю, что это и сотрудники медицинских центров, сотрудники больниц, потому что они непосредственно каждый день имеют контакт с пациентами. Да, группа риска у нас определена. К ним относятся у нас в первую очередь, конечно, дети, потом лица пожилого возраста, это тем, кому за 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, затем это медицинские работники, работники сферы образования, работники сферы транспорта, общественного питания и торговли. Да, ну, так как они имеют наибольший контакт, да, с людьми, скажем так, вот они и, собственно говоря, должны в первую очередь прививаться. Ну, чтобы все-таки не заболеть, когда необходимо сделать прививку? И где это можно сделать? Я знаю, что в некоторых организациях и в некоторых учебных заведениях прививку можно сделать, не отрываясь от работы и учебы. Так ли это? Ну, для того, чтобы сформировался устойчивый иммунитет к этой инфекции, прививку необходимо сделать за 2-3 недели до, ну, скажем так, острой фазы развития вот этого эпидемиологического процесса. Вот, конечно, чем раньше мы сделаем прививку против гриппа, тем быстрее у нас сформируется иммунитет, тем больше мы будем защищены от этой инфекции в дальнейшем. А на какие месяцы приходится пик заболеваемости гриппом? Это зимний период, это осенний период или разницы нет и осенний? Ну, здесь все по-разному. Все по-разному. Конечно, ну, пик заболеваемости, как правило, приходится он на период либо до Нового года, либо после Нового года. В каждый сезон гриппа вот эти вот пики, они немножко отличаются по срокам. Вот, и поэтому сказать однозначно, когда будет, ну, вот этот всплеск заболеваемости в этом сезоне, достаточно трудно, хотя есть прогнозы, по которым мы в этом сезоне ожидаем этот всплеск заболеваемости после Нового года. Ну, как я уже сказал ранее, грипп характеризуется острым началом, да, это сразу высокая температура, затем поражение верхних дыхательных путей, ну, мы ощущаем першение в горле, да, кашель, наверное, какие-то заложенности носа. Ну, собственно, потом симптомы общей интоксикации, это головная боль, мышечная боль. И что нужно предпринять? Вот какую первую медицинскую помощь мы можем себе оказать, если вдруг у нас повысилась температура? Ну, наверное, нельзя говорить о первой медицинской помощи, когда мы говорим о помощи, которую оказываем сами себе, да, и медицинская помощь все-таки подразумевает помощь, которая должна оказываться специалистом, да, в данном случае врачом, да. Поэтому самое первое, что нужно сделать при появлении симптомов гриппа и ОРВИ вообще, это обратиться в лечебное учреждение. То есть не стоит заниматься самолечением, мы все-таки занимаемся профессионалом. Да, это абсолютно верно, надо сразу обратиться. Чем быстрее мы обратимся к врачу, тем более быстро, скажем так, мы можем избавиться от этого заболевания. А могут ли появиться какие-либо осложнения после прививки, и кому все-таки не стоит ее делать? Есть ли какие-то противопоказания? При условии, когда прививка проводилась в лечебно-фрилактическом учреждении и квалифицированным персоналом, осложнений быть не должно. Но нашим территориальным отделом также ведется учет каждого случая поствакцинальных осложнений. К сожалению, такие случаи, хоть и очень редкие, но они зачастую бывают. По каждому такому случаю мы проводим расследование. Ну и надо сказать, что вот эти вот осложнения, они ни в коем случае не связаны с составом вакцины. Это, как правило, осложнение, когда нарушается санитарно-эпидемиологический режим в медицинском учреждении. Либо прививка проводилась не квалифицированным медицинским персоналом. В остальных условиях, то есть состав вакцины, никаких осложнений у лица, которому вводится вот этот иммунобиологический препарат, осложнений вызвать не должно и не может. А противопоказания все-таки какие-то есть? Это высокая температура, плохое самочувствие, либо что-то еще, какие-то другие заболевания? Да, конечно же, перед прививкой обязательно нужно предварительно пройти, ну, скажем так, медицинский осмотр, да, ну, по крайней мере, проконсультироваться у терапевта. Прививка, она показана здоровым людям, да, без острых каких-то заболеваний. Ну, хорошо, каждый год появляется та или иная разновидность вируса гриппа. В том году нас все пугали гонконгским гриппом. Что в этом году нас ожидает и чего стоит опасаться? В этом году, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Северном полушарии, ну, в том числе и в России, будут циркулировать штаммы гриппа вида А, H1N1 и вида А, H3N2 и гриппа B. Вакцина, которая сегодня прилагается для вакцинации нашим горожанам, она содержит как раз-таки антигены всех вот этих вот, мной перечисленных штаммов. Какие меры профилактики существуют помимо вакцины? Все мы знаем элементарные способы защиты, это и помыть руки, это и соблюдать режим сна и отдыха, это и покушать побольше овощей и фруктов. Что еще необходимо предпринять? Ну, во-первых, для того, чтобы не заболеть, наверное, надо вести здоровый образ жизни, да, избегать потребления алкоголя, курения, вот, обязательно это личная гигиена. Ну, также существуют методы неспецифической профилактики гриппа, но здесь, надо сказать, на первом месте это, конечно, вакцинация. Вакцинация – это современный, высокотехнологичный метод защиты от этого недуга. Также существуют методы неспецифической профилактики, да, вот у нас есть группа иммунобиологических препаратов, которые позволяют выработать, ну, так называемый, общий иммунитет к острым респираторным вирусным инфекциям. Ну, здесь перед тем, как применять какой-либо метод, наверное, неспецифической профилактики, конечно же, надо проконсультироваться с врачом. Ну, такие простые методы соблюдения правил личных гигиена – это мытье рук, да, это проветривание помещений, влажная уборка. Конечно, в период эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом надо избегать каких-то массовых мероприятий, культурно-массовых мероприятий, да, мест, где, ну, большое скопление людей. Вот, если болеет там кто-то из родственников, конечно, лучше бы ему выделить отдельную комнату, да, также проводить постоянно влажный уборку, проветривание. Алексей Александрович, я знаю, что у Вашего ведомства открыт телефон горячей линии по вопросам гриппа и ОРВИ. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кто может обратиться по этому телефону, какие вопросы задать? Да, если у кого-то возникают вопросы по поводу того, делать прививку или не делать, да, ну, какие-то вопросы по поводу, где ее можно сделать, если нужно развеять какие-то опасения по поводу возможных последствий негативных, да, можно обратиться в наш территориальный отдел по телефону горячей линии 770692, там всегда окажут, ну, грамотную консультацию и дадут какие-то рекомендации. В одной из социальных систем мы провели интернет-голосование, предложили телезрителям ответить на следующий вопрос. Делаете ли Вы прививку от гриппа? Да, делаю прививку от гриппа каждый год, это 28% опрошенных. Нет, считаю, что прививки не помогают 65%, прививку от гриппа не делаю, доверяю народной медицине 7%. Прокомментируйте, пожалуйста, результаты данного голосования. Как Вы считаете, почему большинство все-таки считают, что прививки не помогают? Для нас, конечно, эта статистика очень печальна, учитывая, что всего 20 с небольшим процентов делают прививку, да, и планируют ее сделать в предстоящем сезоне. Есть, наверное, определенная и наша недоработка, да, бытует такое мнение, действительно, что прививки не помогают. Ну, это мнение, оно обусловлено, наверное, незнанием. Когда возникает вопрос, нужно делать или прививку, либо нет, надо все-таки доверяться мнению профессионалов и специалистов, потому что, ну, уже научно доказано, что, ну, вот эта вот прививочная кампания, она имеет все-таки эффекты, достаточно, он виден этот эффект. Ну, а время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за участие, большое спасибо, что были у нас сегодня в гостях. А это была программа «Главная тема недели», в студии была Лилия Алямова. Всего вам доброго и, конечно, берегите себя, здоровья вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова